привет друзья немного простыл вот еще в этом в боровом то есть нету то сейчас домой скоро пойду привет привет спасибо что смотрите собираюсь домой вот рабочий день закончилась в компьютере ковыряюсь кто следил за мной в этом читает в соцсетях сегодня опубликовал пост с отзывом и привет и здравствуйте здравствуйте и очень удивил ну так удивил в общем до сих пор не могу привыкнуть таким отзывом приходил в общем женщина у нее опущение матки было и после сеанса в общем я и сказал что он сделал узи и после сеанса нет этого опущения матки все прошло и очень довольна и убежала и очень сильно благодарит потому что я хотели сделать операцию подтягивать там ничего не случилось все хорошо вот добрый вечер добрый я простыл просто в боровом замерз вот и поэтому такие вот результаты конечно ну очень сильно удивляют и радуют одновременно привыкнуть к этому очень сложно уже лет и все-таки и работает это прям сильно работает но не прям чтоб целитель но в общем последнее время чуть какие-то результаты пошли странные люди стали советовать друг другу как целителя что ли потому что проходят такие заболевания которые но пока такой знаете не могу дать стабильный результат в каких-то вещах единицы разобрался вот с опущение матки плюс-минус понял понял с бесплодием немного когда там за вот непроходимость труп там такие вещи потому что обращаются все-таки часто с этим вот и по и ну и со спиной и ну некоторые говорят что целитель там целитель но в общем вообще тренинги хотел проводить и вну и провожу тренинги вот энергиями телом в общем снимаю блоки и там вот если вы посмотрите прошлой трансляции вниз опуститесь и там есть мастер-класс можете посмотреть сейчас много непроходимость труп это женщины просто себе энергию сдерживают и очень важно и выпустить эту энергетику и тогда пойдет работа правильная работа организма потому что это просто спазм там вся паховая область просто она твердая и когда эти спазмы снимаешь в общем живот становится мягкий и когда живот мягкий стал всю матка подтянулась трубы отпустила все становится на место непроходимость труп и вот это опущение матки какие и это но это приходите да это во первых самостоятельно это нереально сделать потому что это достаточно болезненно вот и самостоятельно это он у сложно очень это надо знаете как это доля мазохизма должна быть лапароскопия кому в общем помогает лапароскопия делайте лапароскопию если он так проще но лапароскопия же она тоже имеет временный эффект и бы и лучше без хирургического мешается что убрать чем чем чего-то там себя там резать лишний раз сколько пар которые делали лапароскопию и все равно не могут забеременеть все равно не могут поэтому не знаю насколько это оправданно у нас чего сразу режет резать женщина в общем в общем женщина в принципе досталось и поэтому дальше и что там калечить себя резать на приходится два-три раза делать ну вот кому в общем эти никого ни в чем не убеждаю если вот кому-то хочется два-три раза лапароскопию делать в общем делайте но я очень много пар видел которым это не помогло просто им делают и не помогает это это таракан в голове она рожать боится она мужиков боится и она детей боится и из-за этого у нее вот это вот происходит женщина рожает тогда когда она беременеет когда она доверяет мужчине когда она да я слышал вот поэтому есть разница большая разница есть страхи и вот эти страхи надо зажатости зажимы все убирать каждый раз вместе с вами узнаем много благодарю спасибо что служба спасибо что смотрите вот и поэтому все больше и больше и чаще людей которые в общем приходят и говорят такие такие нераскованность нераскованность это зажатость больше потому что нераскованность это когда ты в обществе сидишь и не знаю что сказать да или стесняешься а когда у тебя аж тело все сковывает это уже это уже блоки причем блоки такие серьезные не всегда их можно просто так убрать это надо иметь это семей розы к розыка дыры на добрый день скоро к вам приеду уже надо билеты будут покупать и в семей думаю на этой неделе наверно куплю сейчас в астану приеду напряжение привет привет на напряжение важно снять напряжение с тела и все и и уже пойдет все вот поэтому чаще у меня хорошего случается когда вы траву пока не значит с организатором надо буду договориться просто так получилось что вот когда она там вот как-то запад выпал последнее время и и отраву и октау как можно попасть попасть в общем там телефон у меня есть на вот этом на страничке 8701 это крозе кадыров не или ко мне напишите я вам розы кадыров телефоном 8701 9773 афишу сделайте пожалуйста у меня на в этом аккаунте в перископе есть телефон прямо указан внизу вот так что можете на ватсап писать вот еще вчера недавно заметил зайти такую штуку что мне сейчас все меньше и меньше времени надо для того чтобы считать человека недавно работал с девочкой там буквально пять минут и я узнал все ее стресса не так узнал и просто начинаю задавать вопросы все совпадает да и причем вопросы такие которые не каждый наверно человек знает привет из астаны привет скоро у вас буду 11 прилетаю вот в пятницу в это прилетаю в основу нумерологии не считаете нумерологии я не считаю но я вам могу дать телефон нумеролога которая считает так как я ничего не сталкивался чтобы ну чтоб так считали если честно в казахстане да и я не скажу что я специалист по нумерологам но в общем записывайте девочку зовут таня вот 8 707 496 61 63 этот номер нумеролога она в общем еще раз 8 707 496 61 63 это телефон нумеролог который был я вообще советую всем почему потому что очень часто мы не понимаем что происходит с нашими родителями с нашими детьми с нами самими да и она помогает то есть она вам просто скажет конкретно какая у вас там там карма какие уроки ты должен пройти с тем или иным человеком и поэтому в общем совпадает все мне она считала это вот просто и не надо там ждать неделю ей позвонил и над те сразу все сливает вот сейчас у не ну как бы не так дорого стоит но в принципе очень позвоните договоритесь и в общем можете это добиться успеха нумеролог в астане это нумеролог в алмате но можно по телефону разницы никакой нету единственное когда вы будете звонить вы записывать это на диктофон потому что второй раз она это не повторит вот добиться успеха успех знаете это нужно начать тараканов в голове это у меня за дите на мой канал в ю тубе эмоциональная свобода там есть прощение денег и хотя бы один раз в день слушайте это сначала уберите напряжение с мозга потому что деньги для для очень многих людей это стресс деньги важно любить деньги важно простить и когда ты это сделаешь что дал ты буду начнешь зарабатывать потому что мозг не идет навстречу страху не идет навстречу стрессу он всегда хочет тебя оставить зоне комфорта и поэтому зоны комфорта должно стать для тебя ну что у тебя деньги есть вот и все и тогда ты начнешь их зарабатывать если мы говорим о деньгах то что успех не всегда в деньгах но сейчас все гонятся за деньгами поэтому объясняю про деньги вот с деньгами я очень сильно отрабатывал много своих тараканов потому что вот это вот развал советского союза салам алейкум развал советского союза и после этого нищета всеобщее оставили такой отпечаток очень сильный в голове в мыслях и от этого приходилось очень дустом это гнать этих тараканов из головы поэтому вот прощение денег это крутая штука в общем в ю тубе посмотрите и там простыл я в боровом заболел еще замерз после бани погулял это прям вот застудился вот это не грипп это вот и поэтому посмотрите начните с этого хотя бы а потом начните действовать и вообще вот знаете успех от слова успеть и поэтому надо делать очень быстро мы все ждем что будет там через 10 лет хорошо или там через 20 лет но тебе уже сколько будет лет я сейчас ужасом наблюдаю что мне 38 молоко смену курите нет и не курю я уже наверное здесь 10 лет как бросил курить до этого я курил 13 сейчас 10 лет не курю и поэтому очень этому сильно рад что не курю курение очень сильно губит здоровье и я честно говоря прям сожаление вспоминаю те годы когда я курил эту гадость поэтому 10 лет прошло уже не тянет мне 38 лет сейчас и как бы я понимаю что время уходит и много уже прошло но и многое впереди конечно и поэтому я сейчас прям тороплюсь потому что у тела тоже есть определенный ресурс который важно поддерживать да и надо будет будет этим заняться алкоголь не употребляю очень редко и бывает пиво иногда вино но не в маленьких количествах пиво где-то кружку вино бокал вот поэтому такие дела вот там уже охрана ходит спортом занимайтесь спортом некогда заниматься сейчас я вот нашел один центр и вообще я хожу как бы на спорт но из виду командировок не часто получается и поэтому я нашел сейчас другой вид спорта там единоборство нашел русский вид спорта какой-то русский единоборство и в общем хочу туда пойти посмотреть что это такое и поэтому я еще с вами поделюсь когда туда попаду сейчас уеду и опять не попадаю какие годы самые интересные нет годы понятно что интересные просто это самые активные годы да уже когда у тебя есть авторитет когда у тебя есть какие-то навыки у тебя есть свое мнение какое-то правильно неправильно второй вопрос но в общем это самое активное время и сейчас не отсиживайтесь начинайте действовать просто действуйте делайте работайте ищите себя помогайте людям вкладывать ищите любите занимайтесь если девушки 40 лет но не может выйти замуж это страх мужчин надо с папой начать простить письма прощения в общем очень сильно помогают вот поэтому так такие дела но в любом случае там замужем не замужем начинается с отца у женщин это всегда тараканы с отца начинаются чем бы там не было потому что любая бит как познакомиться и она не познакомиться просто дома сидит не тянет курить не тянет десять лет уже куда ночь курить будет тянуть запах не переношу просто вот что такие дела сейчас все еду домой уже сейчас собираю вещи компьютер складу бросил на силе воли но вообще советую алина кара но я очень долго и нудно бросал вот да она никуда не выходит но она не выйдет она мужчин боится куда она пойдет это знаете это же анекдот же даже такой ездит человек замуж вышла нет какой там работаю работа дом работа дом чего-то не берут нет не берут вот примерно из той серии на она и будет так бегать прыгать значит попросить попросить прощению папа не попросить прощение надо папу простить то есть это письмо прощение надо пописать тем работаете этот самый интересный вопрос потому что кем работу я сформулировать до сих пор пока не могу вот поэтому не знаю я кем работаю я провожу тренинг психологический наверно можно сказать но при этом я не психолог и непонятно некоторые говорят что я ценитель в общем папе 80 дело не в том сколько лет папе дело в том какие тараканы у нее сидят в башке понимаете и поэтому очень важно чтобы она его простила вообще в принципе они то что там пойти прощение просить у него важно чтобы она внутри простила на машине есть еще на машине он хочет чтобы дочь вышла замуж но понятно что он хочет а дочь хочет дочь хочет замуж я и он хочет он дочь боится мужиков чуть подделаешь ей даже собрана собой собой заниматься с собой работать по-другому ничего не сделает пока мужчина просит она красиво но понятно что красиво умная чтоб сомневался потому что в основном красиво умные потом так и сидят дома про себя говорите про себя что сказать как раскрепостить ее раскрепостить я еще раз повторю письма прощения пусть пишет в ватсапе или в инста в инстаграме можете взять письма прощения и почитать и пусть она там попишет амис схема прям или напишите мне на ватсап я вам скину прям схему есть мой номер телефона на влогин есть в этом перископе там есть мой номер телефона наберете там там увидеть телефон напишите мне на ватсапе я вам скину все письмо прощение кому надо просто их надо делать если она хочет пусть она делает пожалуйста мне есть уж мало чего есть вы мне напишите я вам скину потому что мне же надо понимать куда скидывать и чего вот женаты я женат вот поэтому женат у меня двое детей две дочери красивые 1 8 лет другой 4 вот и сам вот понимаю что нам не ответственность очень большая лежит в том плане что как они будут жить выйдут они замуж не вы как они выйдут замуж вы правильно сказали что он боится мужиков но это по факту там не надо там намного найти это понимать или чего-то не понимать потому что это просто по факту если девушка не замужем то есть 40 лет а по-любому на очень боится вот вам не слышно сейчас потому что я по моему сейчас через наушнику разговариваю так спасибо всем кто с нами работал закрыть . эта награда понятно что . награда так у нас у коридор сына не хотите сына хочу но сын будет чуть позже наверное может быть посмотрим а может не будет жену жалко потому что мы как это кесарево короче у нас и поэтому не хочу чтобы на нее это как-то тяжело это перенесла дочке больше любит папа дочке да дочке очень любят папа и мои не исключениями прям бегут за мной единственное времени нет и постоянного в переездах в разлетах и поэтому очень мало видимся но надеюсь так рано и вот и и такому вот и поэтому я не этот так после не у нас уже два было и поэтому не хочу сейчас потому что здоровье важнее пусть она лучше целая будет рядом вот поэтому я понимаю что сейчас до пяти раз можно кисарить что-то как-то мне не понравилось последний раз сложно очень не прям очень сложно вот это вот мой офис здесь этот коридор будет видно нет жена казашка ну забуду наверное как муж я этот немножко жестковатый потому что не удобный достаточно деспотичный по моему и поэтому не скажу что прям повезло или не повезло но наш взять поэтому такие дела где моя машинка куда идешь дружок и на парковке сейчас машине иду вот домой сейчас в машину сяду машина пока греется поболтаем какая машина у меня тридцатка камри 2003 года по моему пока не поменял кашель да но она как это бронхи за судил он при перепаде температуры или там влажность начинает прям пробивать жестко и сложно выздоравливать уже вторую неделю я тут кусками буду влазить потому что единцы в аптеке возьму обязательно у меня дома какая-то штука есть она паром дышит там паром дышать что-то вроде ингалятора и вот и вот ей буду лечусь дома по 3-4 раз за вечер в общем его дышу дышу и поэтому небулайзер вот 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 это я не помню как она называлась а вы напомнили небулайзер вот такие дела что еще рассказать на гуа еду в ноябре вот после после остальные час приедут два дня дома побуду и 23 числа уезжаю в этот на гуа до 30 числа потом прилетаю будет тренинг в алмате и потом детям до помогает и потом уеду опять в основу я хочу я с тренингом туда еду на глав посмотрю сколько людей соберется чем в индию да и как это получится получится ли вообще и в общем это такая ласточка пробная потому что охота какую-то территорию но не нашу давно вот не русскоязычную но хотя там по-моему русскоязычная будет вот ну где-то другую страну не снг где-то там потому что это очень-очень интересно это очень интересно поэтому хочу вот этот посмотреть и я думаю что кто хочет с нами в общем поехали удачной поездки благодарю кто с нами хочет в общем поехали можете тоже написать на ватсапе вам дам номер организатора а нам билеты визы очень все там по-быстрому оформит скажет куда лучше как лучше мы там сняли виллу в тибете не был это моя первая такая поездка туда вот в тот какой-то мир смысле не сюда вот поэтому такие дела знаете хочу с вами не хочу с вами расставаться какого числа это двадцать двадцать третьего вылет поэтому если хотите то надо быстро это делать меня тут это сфотографировал я так понимаю переворачу все куда-то делать знаете у меня такая штука здесь была которая цеплялась на и руль и можно было вот и можно было ехать и с вами разговаривать одно я сломал еще одна осталась если эта штука шутенцы двадцать третье дни рождения у меня поздравляю днем рождения вот и по моему это сюда а письма прощения маме есть письма прощения маме есть да я не знаю вот эта вот штука будет так боков снимать или нет но в общем сейчас мы посмотрим смысле как она будет все выглядеть на ю тубе мне вот просто интересно так так как она вот так работает так работает так как она все понял сейчас я эту штукенцию приделаю подождите ребята вот сейчас я сюда приделаю и мы сможем с вами это даже когда я это крутяк вообще классная штука у меня есть оказывается привет всем в общем сейчас будем ехать я с вами буду разговаривать и очень 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 даже прикольно потому что у меня будет разговаривать время от времени анти радар а так мы в общем круто единственно не видно немножко этот панель а так в принципе я думаю что будет крутиться немного руль телефону конечно напряг сейчас мы выйдем когда на ровную дорогу уже так не будет все крутится и переворачиваться потому что мне кажется вам немножко будет неудобно да сейчас все едем классная штука у меня в общем этот кому интересно потом покажу я вам обзор сделаю как нибудь если надо парчо поболтать давно не выходил в перископ прям соскучился по этой штуке классно вам часть города будете видеть часть англичский язык я не знаю в общем к моему стыду потому что я хочу его где можно найти письма письма прощения напишите ли мне или на ватсап или или в этом найдите в инстаграме у меня там картинка горящие письма таки фильм заявлю можно смотреть может смотреть да читать неудобно а так в принципе в кино можно посмотреть классная штука вот и честно говоря я бы беспокоюсь что вот этот сейчас разрядится у меня там слабая батарейка на вай фай и может в общем этот выключится но сейчас я припаркуюсь и в общем ее поставлю на зарядку на автозарядку и думаю мы доедем до дома вместе с вами пообщаемся может номер розыкоды равны и сколько в цене в общем вы мне пишите на ватсапе я вам дам номер розыкоды равны потому что на память я его не помню вот поэтому в общем вот так слушайте здорово так очень нравится мне нравится мне нравится мне а вот и номер розыкоды равна в общем записывайте вот она вот оказывается мы ехали все время на аварики приколь не видел вот поэтому сейчас будем выбрать и ставить так как отогнать навязчивые мысли такой открытый спасибо навязчивые мысли можно убрать только своим занудством потому что они занудством появляются и занудством навязчивые мысли и уходят то есть ты должен ты должна читать аффирмации это тоже внутренняя работа которая ну энергозатратно так же ну почти как письма прощения потому что одно дело говнить и другое дело знаешь позитивить позитивить первое время очень сложно потому что очень это очень сложно принять то есть ты говоришь вещи в которые ты не веришь в негатив ты веришь а в позитив надо поверить и себя убедить в этом поэтому первое время буду даже тошнить наверное когда ты будешь это проговаривать возьмите аффирмации ну опять же пишите на ватсап я вам скину они есть в этом фейсбуке я выкидывал как-то эти аффирмации для женщин они свияшевские они прикольные вообще свияшев гений в этом плане и мне очень сильно понравилось поэтому ну в общем как-то пользуйтесь этим для того чтобы не негативить ну опять же смысл смысл вот смотрите если у вас очень много обид да внутри и вы не можете от них избавиться то вам сверху этих обид нагонять позитив смысла никакого нет то есть начните с писем прощения и потом можете уже в позитив как бы читать эти аффирмации потому что нового ничего вы не услышите и это надо просто делать в какой-то момент нужно важно просто делание в основном люди ничего не делают и хотят чтобы просто там таблетку выпить даже вот снятие блоков в какой-то момент появляется такой эйфория там вот когда уберут там так хорошо и потом человек через неделю приходит вы знаете что-то отпустило правильно он отпустит если ты в старые сани излезешь обратно это очень сложно ну как бы вот это снятие эмоциональных блоков он дает шанс того чтобы начать жить по-другому или там как-то начать заново что-ли с чистого листа будет ощущение что вот как бы до этого ничего не было это дает шанс людям но в любом случае нужно что-то делать и причем делать что-то такое хорошее что люди не хотят ну как бы многие и все хотят все норовят переложить ответственность на что-то там что меня всегда поражают когда сорокалетняя женщина говорит ой это у меня из-за мамы это у меня из-за папы это потом из-за рода и там еще из-за какой-то фигни то есть ты уже взрослый человек который отвечает за свои действия побуждения мысли и перекладывать ответственность там куда-то туда назад на родителей ну возьми и уже сделай там если мама там виновата что ты замуж не выходишь или папа уже возьми и прости на это надо 40 дней всего и потом ты должен каждый день выбирать то что ты хочешь замуж то есть ты хочешь выйти замуж знаете очень хорошее упражнение такое прям вот женщины берите на заметку как вот первые семь дней каждому мужчине которого ты видишь от мала до велика ты говоришь я люблю тебя каждому там пятилетнему ребенку там если это мальчик я тебя люблю и вот каждому мужчине ты говоришь это про себя не надо там слуху каждому подходить любви признаваться но каждому так ты ходишь неделю вторую неделю ты говоришь каждому мужчину которого ты видишь ты любишь меня и все то третью неделю ты говоришь я люблю тебя ты любишь меня или ты любишь меня я люблю тебя но в общем ты себя настраиваешь на любовь к мужчинам и потихоньку потихоньку это вот в общем будет ты будешь это прорабатывать и все я не скажу что вот знаешь ты это сделаешь и выйдешь сразу замуж но это уберет определенное напряжение хотя бы для начала а потом ты будешь уже свою жизнь выстраивать сама это реально работает причем это я слышал по-моему это Миловская говорила Маргарита Миловская можете на нее тоже у нее есть вот перископ и в перископе можете на нее подписаться она чаще выходит чем я у нее есть вебинары делал это реально или Маргарите ну вот метод и вот на Маргариту подпишитесь она крутая на самом деле очень многие вещи она такие вещи говорит которые наверное я не скажу я с позиции мужчины и я беру те вещи которые я вижу что работаю но поймите правильно я же мужик и я не всегда могу считать как Маргарита Миловская я не всегда могу считать что ну как бы что на вас работает что не работает но я только по отзывам и как то вот ну проникаюсь на тренинги ходите в общем посмотрите ее послушайте и если захотите в общем сходите к ней на тренинг или подпишитесь в перископ пройдите у нее вебинар потому что она сейчас чаще по моему делает вебинары чем тренинги в общем как то в общем что то уже с собой сделаете внимание контроль все таковое ограничение скорости что хорошая девочка Маргарита Миловская поэтому подписывайтесь ее читайте слушайте она дает интересные вещи и я думаю что очень многим женщинам она нанесла непоправимую пользу еще интересно дает материал в общем посмотрите коуч Маруся да это они подруги по моему они дружат как то то есть тоже на нее подписывайтесь на Марусю Маруся тоже очень интересные вещи дает поэтому поэтому вы можете сейчас очень много людей таких вот которые помогают знаете они во первых о Маруся во первых вы поймете что сейчас очень много людей которые делятся которые дают материал очень много материала дают и контента вообще очень много в ютубе в перископе в личных тренеров я у вас и была спасибо понравилось вам как ощущения после и поэтому вопрос в делании понимаете и тот человек который здорово я очень рад что вам помогло вопрос в делании насколько ты готов сдвигаться вообще знаете это как в единоборствах бывает сильный обалденность сильный спортсмен он может проиграть более слабому не из-за того что у того техники не хватило не хватило духа то есть вопрос не в том что ты знаешь и что ты умеешь а вопрос в том на что ты готов то есть какой какую жертву ты готов принести этот ну то есть вид действовала в этот момент действия не останавливаясь то есть приверженность себе прежде всего Ты должен понять, на что он готов И когда ты поймешь, что ты Да, я готов У тебя пойдет результат обалденный Поэтому Идите к этому результату, делайте Продвигайте И тогда вы будете расти, будет успех Будет признание И сейчас я Больше и больше секунду Супруге отвечу Алло Алло, что, ты все, Игорь? Я все, я еду, я сейчас в перископе, Голия И поэтому Давай Давай, пока Спасибо И здесь, не туда, не туда приехал Еду, не еду Вот Вы хоть сердечки там что-нибудь тыркните А то я не понимаю Этот, нету ничего Здесь, не здесь Слышно, не слышно Звука нет Вас не слышно Привет, привет Сейчас звук включится Звук пошел Если звук пошел То Сердечки поставьте, чтобы понятно Или что-нибудь напишите Сердечки идут Я так понимаю Значит, мне не слышно Спасибо за синие За сиреневенькие За зелененькие Сердечки Вот И поэтому Достигайте успеха Идите вперед И сегодня я понимаю, что Чем человек Дальше он двигается Чем он больше готов На действия Тем больше он успеха достигает Потом Радислав Гондопас Правильно говорит Что Успех от слова успеть И Зачем тебе красный кабриолет Там Когда тебе 80 или 70 лет Когда ты старец Потому что кабриолет покупают Охота в 20 лет Потому что в кабриолет Девушки сразу заходят с улицы Прям Вот И поэтому Как бы Надо успевать Какие-то вещи Которые вот в твоем возрасте Которые ты еще можешь поймать Допустим Я очень хотел бы Заняться виндсерфингом Или какими-то вещами Но Не знаю Как их воплотить И Но единоборство Вот я говорю Сегодня я нашел Прям Такой вид спорта Который Спорт это Или что это Я вообще не понял Что это Я понял Что там есть Какие-то вещи Связанные с энергиями И Хотя тренер Там отнекивается Говорит Это неправда Мы там так не делаем Ну в общем Их основатель Там учитель Он делает Меня прям штырило Очень жестко Пойду в общем Выяснять На следующий месяч Не знаю Насколько Вопрос Научиться Легко утром Вставать С первого звонка Будильника У вас скорее всего Знаете Хроническая усталость И вы пока Эту усталость Не снимите Вы не сможете Просыпаться вовремя То есть это С тела Усталость Надо убирать Если вам уже баня Или там Какой-то там Выезд на природу Или там Отпуск не помогает То это капец уже Это Это наверное Приходите Это надо будет С тела Прям выдавливать Усталость Она находится В районе пупка Это воля Это силы воли И пока вы Это напряжение Не уберете Она в общем Будет оставаться Она будет сидеть Она будет вам мешать И поэтому В общем Так происходит В перископ Я сейчас буду чаще выходить Поэтому Ну кто подписан В общем Мне будет очень приятно Если вы будете Заходить Слушайте Вот В Астану поеду С самолета Буду трансляции вести Сейчас вот энергии Больше появилось Кажется я уже отдохнул И хочу больше людей Спасибо Это Это не лень Это усталость хроническая Скорее всего Если Потому что вы просыпаетесь Уже уставшая Поэтому Вам надо Это усталость снимать Приходите А потом Даже если это лень Иногда лениться Тоже стоит Потому что У меня бывает Такая лень Нахлынет Что Очень это Но знаете Я заметил Тебе лень Делать те вещи Которые тебе не важны То есть Если есть вещь Вот то что тебе важно Тебе это будет Не лень делать Потому что Ты будешь их Больше и больше Хотеть Потому что До этого спортзала Я не хотел Сейчас Вот этот вид спорта Меня зацепил И я хочу Прям туда попасть Я жду Когда я приеду С Гуа И прям запишусь Заплачу Видите Я не смогу Не смогу Ходить постоянно Но я буду платить За месяц И в общем Ходить тогда Когда попаду Пять раз Пять раз Шесть раз Я буду туда ходить Или один раз В месяц Но в любом случае Буду ходить Поэтому Посмотрим Я хочу с этим Как-то соприкоснуться Чтобы Понять Что это такое Когда-то Меня зацепило Знаете Когда-то Меня зацепило Вот Мой учитель Когда я ее увидел Что Вот она Я хочу этому научиться И вот сегодня Произошел опять Такой же вот Щелчок Что я хочу Этому научиться Да И Вот я хочу К этому человеку попасть И не знаю Когда будут семинары Я в общем Его прям вкручу Потом У меня есть желание На следующий год В Россию поехать В сентябре месяце Будет Фестиваль Пир Проходит Где Собирается Много Бизнес-тренеров И Вот Хочу именно К бизнес-тренерам На семинары Там Я не знаю В каком виде Это происходит Хотелось бы Конечно попасть Туда и спикером Но если Попаду И как участник Хотя бы То и тоже Большое спасибо Конечно Поэтому Посмотрим Это проводит Марк Кукушкин Собирает Вот этот Пир И В общем Поеду Туда Во всяком случае Планирую Поэтому Кто хочет попасть В общем Поехали вместе Это будет В сентябре Первый числ Сентября Город Не знаю По моему Это даже Это не Москва Это может Подмосковье В лучшем случае Ну в любом случае Поехали Так Завтра Золото Ну завтра Это в общем Золото Там девичник Это не я буду Потому что Просто Меня попросили Прорекламировать И я туда Выставил Это не мой девичник Это Ну в смысле Как я могу Это не я делаю Поэтому В общем Такие дела Там Под постом Вот этим Знаете Там немножко Что-то Произошло На самом деле Я не понял В чем вообще Прикол Если честно Потому что Слово Девичник Как бы Там Произошло То Я первый сделал Другой первый сделал В общем Девчонки там Что-то начали Обсуждать Какие-то вещи Сначала я вообще Не вкурил Что происходит Потому что Потому что У меня Слово Девичник Не ассоциируется Не с конкретно Нету персонализации У него Во-первых Что девичники Делали задолго До того Вообще Как мы все Там родились Кто ведет Честно говоря Я не знаю Это вот У организатора Спрашивайте Там есть телефон Позвоните Свяжитесь Потому что Это Ну там Меня не будет Вот Поэтому Наверное Нужно На какие-то Другие вещи Делать Упор Это вот Я там Под постом Тоже даже Разместил Что вот Был случай Когда Турция Предъявила Армении Что Почему Они Разместили Как бы На своем флаге Арарат Гору И И Те просили Типа Якобы Убрать Арарат Принадлежит Турции А почему Он на флаге Армении На что Советский Представитель Сказал Что На турецкой Флаге Нарисована Луна Но Луна Не принадлежит Турции Поэтому Вопрос Снят То есть Уберите Луну И мы Уберем Арарат Что-то Вроде Такого Поэтому Есть вещи Которые Там Авторство Или еще Что-то Методика Твоя Но Не знаю Персонализировать Такие вещи Надо То есть Если девичник То девичник С таким Человеком Поэтому Я всегда Пишу Что Эмоциональная Свобода С Игорем Ким Чтобы Была Персонализация То есть Чтобы Эмоциональную Свободу С Игорем Ким Может Сделать Только Игорь Ким Но Другую Эмоциональную Свободу Может Сделать Любой Другой Человек Во всяком Случай Пользоваться Этим Названием Но Я Эмоциональную Свободу Сейчас Подал На Патент Я надеюсь Что В следующий Год У меня Будет Торговая Марка Эмоциональная Свобода И Это Будет Запатентовано И Горя Много Многие 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 Вещи Не Понимаю Потому Что Важно Все Сливать То есть Всему Информацию Все Что Ты Можешь Помочь Людям Нужно Сливать В Ютуб В Обычный Контент Кстати Вот Эта Трансляция Тоже Она Сольется Туда И Поэтому Ну В общем Она Будет В Ютубе Я Не Держу Знания И По Мне Сколько И Чем Больше Будет Таких Встреч Таких Ярких Мастер Классов Много Будет Чем Больше Будет Больше Приходить Людей Тем Больше Будет Пользы Для Всего Общества Для Нас Поэтому Важно Делиться С Людьми Очень Важно Отдавать Свою Энергетику На То Что Тебя Там Кто Подражает Или Кто Пользуется Твоими Какими Наработками Пусть Пользуются На здоровье Если Смогут И Я Ну Такое Больше К такому Расположен Конечно Обидно В какой-то Момент Но Сейчас Мы живем В такое Время Когда Ты Это Не Сможешь Удержать Это Очень Важно Понимать Что Ты Не Сможешь Сдерживать Потоки Информации Ты Не Сможешь Ну Не То Что Не Сможешь Это В принципе Невозможно Наверное Даже Это Невозможно Удержать Или Утаить Сегодня Знания Поэтому Ничего Не Утаивайте Не Держите Пусть Все Будет В общем Доступе Насколько Ну Насколько Это Возможно Вот Поэтому В общем Это Моя Мой Подход Да В том Что Я Даже Вот Сейчас Начал Брать Некоторых Ну Вот Кто-то Приходит Там Пожалуйста Там Просят Научить Или Стать Учителем Честно говоря К позиции Учителя Я еще Не готов Но Есть у меня Пару человек Которых Я Не то чтобы Учитель Но я Веду Наверное Где-то Какие-то Вещи Подсказываю Как сделать Что делать Потом Готовится Тренинг У меня К деньги Когда он Родится Я честно Говоря Не знаю Сейчас Я В общем Все Больше И больше К этому Склоняюсь Думаю Потому что Нужно Достичь Определенных Успехов Самому Прежде чем Давать Учить Кого-то Другого И именно Вопрос Материальный Я хочу Его Как бы Показать То есть С какого Момента Откуда Можно Вылезти И докуда И за Какой Период Во-первых Потому что Мне самому Интересно Развиваться Именно В материальном Плане Меня очень Это волнует И мне Я не отрицаю Как бы Наличие Денег Я считаю Что Любой человек Прежде чем Получить Любые Другие Свободы Должен Обрести Сначала Свободу Финансовую И финансовая Свобода Уже Дает Свободу В духовном Развитии Вообще В развитии В личностном Росте И пока Ты зарабатываешь Деньги Пока Ты обретаешь Финансовую Свободу Это Знаете Это очень Крутой Тренинг Личного Роста Потому что Деньги Важно Принять С деньгами Важно Уметь Обращаться С деньгами Прорабатывается Гордыня Потому что Когда Гордыня Начинает Зашкаливать Деньги Начинают Уменьшаться Вот на этой Наверное Ноте Мы С вами Закончим Всем Приятных Сновидений Было С вами Очень Приятно Находиться В эфире Этот эфир Выложу Еще раз Повторюсь В ютуб В общем Смотрите Кто не успел В ютубе Кому интересно С перископа Удобнее Смотри Смотрите В перископе В общем До новых встреч Пока Пока Так Будем прощаться